Да. Расскажите, пожалуйста, как сегодня пришло заседание по делу Кера Абдулаевой, чем все это закончилось, что примечательного было? Буквально несколько минут назад закончилось административное заседание по делу Кера Абдулаевой. Ее обвиняли в том, что она нарушила кодексов административных правонарушений, а именно не подчинилась законным требованиям пристава. Нам в суде удалось показать все противоречия, которые есть. Мы не рассчитывали на справедливый судебный приговор, но тем не менее сегодня он случился. Дело прекратили за отсутствие состава правонарушений, но это скорее всего исключение, чем норма для российских судов, для судов, которые проходят в Крыму. И на сегодняшний день за стенками продолжает оставаться муж Феры, Кузей Рабдулаев. В отношении него ведется политически мотивированное уголовное преследование. И самое важное для нас то, что и на заседании ее мужа, и на заседании самой Феры собралось большое количество людей, собралось наших единоверцев, очень много наших соотечественников. И это показывает то, что народ не спит, что народ сплочен, и что никакие репрессии не смогут остановить его на пути мирного сопротивления всем тем нарушениям, всем тем репрессиям, которым он сегодня подвергается. Вера, может, пару, несколько слов о том, ожидали ли вы такое решение суда? Ну, конечно, решение суда для меня было очень неожиданным, и в какой-то момент я даже подумала, не прослушала ли я что-то. Но, тем не менее, решение было суда веки. Спасибо большое. Спасибо. Зао. Зао.